Репродуктивная система человека закладывается еще во время внутриутробного развития. И получается, что ребенок еще не родился, а его здоровье либо уже благополучно, либо получило свою долю негативного воздействия. Согласно статистике, каждая вторая женщина к началу семейной жизни имеет хронические заболевания, которые могут прямо или косвенно повлиять на репродуктивное здоровье. В этой теме будем разбираться сегодня. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте! Субтитры предоставил DimaTorzok Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Татьяна Еремина, заведующая акушерско-гинекологическим отделением Самарской городской поликлиники номер 3, врач-акушер-гинеколог. Здравствуйте! Несмотря на то, что сегодня все поздравляют мужчин, мы поговорим о женщинах, но, в принципе, наверное, не только о женщинах, да? Конечно! О мужчинах поговорим тоже. Сейчас идет неделя, посвященная ответственному отношению к репродуктивному здоровью. Вот, собственно, это и есть тема нашей сегодняшней программы. Татьяна Николаевна, прежде всего хочу спросить, а что у нас с рождаемостью в последние годы, в последние, может быть, месяцы? Стали рожать больше или меньше? Какого возраста мамы? И сколько детей чаще всего в семье? Ну, рождаемость, на самом деле, немного падает в последние годы. Хотя, надо сказать, что у нас появились мамы, которые рожают в более таком уже серьезном возрасте. То есть, наверное, это говорит в какой-то степени об осознанном отношении к своей беременности, потому что сейчас уже не новость, когда в 40, 45, 47 и даже в 53 года женщина рожает. Наверное, это вы, врачи, перестали пугать женщин словом старородичных. Да, да, да. Действительно, такая практика существовала, когда в 25 лет ставили такие безумные диагнозы. Нет, сейчас нет никакой градации по возрасту, поэтому, наверное, скорее всего, когда человек уже сделал карьеру, что чего-то достиг, потому что мы видим достаточно часто, если раньше это был возраст где-то до 20 лет, первые роды, то сейчас первые роды могут быть и в 32, и в 35, и в 37 лет. Человек состоялся, ну и, соответственно, пора задуматься о потомстве. Ну и медицина, наверное, позволяет? Безусловно, безусловно. Но вопрос-то в том, что к такому возрасту уже человек определенный груз имеет. Я имею в виду груз каких-то хронических заболеваний. И поэтому для того, чтобы иметь беременность, здоровую беременность, начинать-то надо, в общем-то, с визита к врачу, не пускать дело на самотек и, безусловно, обследоваться. И беременность должна быть планируемая. Она не может быть вот как-то так вот схоластически. Никуда не возьмись. Да, да, да. Появилось, все здорово. Потому что мы встречаемся с такими моментами, когда во время беременности, обследуя беременную пациентку, находим ряд каких-то заболеваний, и приходится бороться уже с этими заболеваниями в течение беременности. Понятно, что есть ряд ограничений, когда мы не можем какие-то обследования назначить, мы не можем назначить лекарственную какую-то терапию. Поэтому изначально, безусловно, все это должно начинаться с планирования беременности и с первого похода к врачу. Ну, а часто ли встречаются тогда такие случаи, когда будущие мамы и папа добросовестно приходят к доктору, говорят, мы думаем, что нам нужен ребенок, какие нам обследования пройти, и вот все это проходит, приносит. Это вообще ситуация распространенная? Ну, я не скажу, что это очень сильно распространенная ситуация, но тем не менее существует, да. Может быть, не так, как хотелось бы. Мне кажется, что есть элемент, скорее всего, недоверия врачу. Когда супружеская пара считает, что мы лучше, мы больше знаем, мы больше прочитаем, узнаем у каких-то своих приятелей, знакомых интернет, чем мы придем к врачу. Но общение с врачом никогда не заменит ни общение с подружкой, ни общение в интернете. Поэтому я бы все-таки говорила о том, что надо ходить к врачу и больше доверять врачу. А у вас есть своя теория, откуда вообще это такое взялось, недоверие к врачу? Ну, я думаю, что теория есть у каждого доктора. Мне кажется, что все-таки не совсем позитивно освещают работу докторов порой. И, безусловно, мне кажется, когда проходит какая-то негативная информация, она немножко культивируется. Иногда тиражируется, конечно, это же... Да, о хорошем говорить не принято, а о плохом это интересно. Знаете, возможно, еще гораздо проще же открыть интернет, чем записаться, пойти к доктору, может быть, посидеть в очереди. Вот я не сказала бы, что сейчас с этим есть вообще какие-то проблемы. Безусловно, есть момент, когда человек записывается к врачу, плановый визит. Но сейчас есть, наверное, в каждой консультации дежурный врач. Допустим, я пациент, и я хочу прийти на прием к врачу, посоветоваться. Но у меня нет времени для того, чтобы записаться, или нет возможности прийти вот в то время, которое мне предлагает запись по интернету. Я могу прийти к дежурному врачу, я получу такую же квалифицированную помощь. Мне также подскажет доктор, как я должна подготовиться к беременности, что мне нужно сделать. Ну, то есть в вашей поликлинике такая практика есть? Да, безусловно. Я думаю, что она во всех поликлиниках есть. Хорошо. Мы с вами вот уже зашли в тему репродуктивного здоровья, но мне кажется, упустили самый важный момент и не сказали, а собственно, что нужно понимать-то под репродуктивным здоровьем. Возможность иметь беременность, и помимо того, что ее иметь, ее еще нужно и выносить, эту беременность. Поэтому репродуктивное здоровье, оно всегда предполагает пару. И репродуктивное здоровье касается не только женщины, оно всегда касается и мужчины. Эта пара, соответственно, от двух клеток зависит жизнь человека в будущем. И, соответственно, репродуктивное здоровье должны беречь как женщины, так и мужчины. Или, по крайней мере, готовиться месяца за три до планируемой беременности. Что включает в себя отказ от вредных привычек? Мы знаем, как влияет курение. Мы знаем, как влияют наркотики. Ну, я уже не говорю про алкоголь. На репродуктивное здоровье мужчины, на выработку яйцеклетки у женщины. Все, от этого надо отказываться. Прием определенных групп витаминов. Все это может подсказать врач. Вот вы говорите, мы знаем. Но вы-то знаете. А знают ли все? Я задумалась, а, собственно, почему вообще возникла вот эта тема, аж неделя, посвященная ответственному отношению. Что есть другие ситуации. То есть, ну, как можно безответственно относиться к репродуктивному здоровью. Вообще, о чем мы говорим? Почему необходимость возникла говорить об этом? Я думаю, эта необходимость, она очень давно назрела. И вопрос в том, что ведь очень часто беременность случается, потому что она случилась. И мало кто думает, что беременность надо планировать. Мы очень много что планируем в своей жизни. Мы планируем, ну, можно глобально говорить, там, покупку машины, покупку квартиры, какой-то там отдых. Ну, мы не планируем рождение ребенка. А это важно. И не просто важно, это архиважно. Вот первое, что надо планировать, надо планировать рождение ребенка. Поэтому мы должны объяснить супружеской паре, что вот вам это нужно делать, вот это вам не нужно делать. Нельзя курить, потому что мы понимаем, что у мужчины, что у женщины никотин вызывает спазм сосудов. Это общеизвестный факт. Но есть еще ароматические углеводороды, которые содержатся в дыме. Как они влияют на организм? У женщины они уменьшают, так скажем, перистальтику маточной трубы. К чему это может привести? К внематочной беременности. Из-за того, что уменьшается перистальтика маточной трубы, после того, как яйцеклетка оплодотворилась, в... ну, пытаясь говорить как бы простым языком... Чтобы было понятно нам, да. Да-да-да. В полости матки возникает так называемое окно имплантации. Оно существует очень маленькое количество времени. И если вот эта задержка в маточной трубе происходит, то не успевает яйцеклетка, даже если она и выйдет из маточной трубы, внедриться в стенку матки, не произойдет зачатие. Казалось бы, все банально. Ну, подумаешь, там несколько сигарет. А тем не менее эффект накопительный. У мужчины те же самые ароматические углеводороды вызывают изменение головки, подвижность сперматозоида. И дальше, что мы будем иметь? Ну, невозможность получить полноценную яйцеклетку оплодотворенную. Сегодня многие как бы курят. Я сейчас имею в виду вот это псевдокурение. Вы, да, насколько это является угрожающим тоже. А все то же самое. Потому что смолы никто никуда не делал. Те же канцерогены никто не удалил. Это видимость. И кажется, что да, ну, подумаешь. Просто, может быть, прежде чем начать вообще что-либо делать, вред какой-то приносить своему здоровью, вот в этой ситуации, стоит почитать побольше литературы и понять, что какое-то минутное удовольствие, оно не всегда позволяет в дальнейшем как-то здоровье получить. И репродуктивное в том числе. Вот женщина, при которой приходит к вам с сообщением о том, что ребенка планируют, либо уже беременность есть, как часто эти женщины нездоровы, скажем так? А может быть, правильнее было бы задать вопрос, часто ли встречаются абсолютно здоровые женщины среди будущих мам? Нет, в акушерстве есть такая градация, когда мы по определенному количеству баллов оцениваем пациенток низкая группа риска, средняя группа риска и высокая группа риска. Но на самом деле низкая – это практически здоровые женщины. Это очень небольшой процент беременных, которые приходят вставать на учет по беременности. В течение беременности возникает масса осложнений, всевозможные экстрагенитальные болезни, которые… Мы знаем, что беременность – это катализатор. Катализатор всех тех предшествующих заболеваний, которые у женщины были или есть. Порой о каких-то вещах, болезнях пациентка даже не догадывается. Но, к сожалению, беременность, она не прощает некоторые вещи пренебрежения, наверное, своим здоровьем. И, допустим, сахарный диабет. Пациент может иметь излишек веса, необязательно излишек, ну, как пример. Никогда не обращается к терапевту, потому что мы же часто слышим такую фразу от наших пациентов «А меня ничего не беспокоит». А потом уже, когда она забеременела, приходит и выясняется, что у нее есть сахарный диабет. Каким образом лечить? Стоит задача перед акушером-гинекологом, перед эндокринологом, перед терапевтом. Потому что нужно сохранить и здоровье женщины, и здоровье будущего малыша. Что проще, перед тем, как планируем беременность, сдать какие-то необходимые анализы, посмотреть уровень сахара в крови, а, может быть, усилить физическую нагрузку для того, чтобы пересмотреть свой рацион питания, для того, чтобы уменьшить немного вес. Иногда это очень коррелирующее состояние, уровень сахара в крови и вес у пациентки. А почему отцу будущего ребенка также необходимо проходить профилактические обследования и контролировать свое здоровье? Ну, во-первых, мы получаем ребенка от двух половых клеток. Половина мама, половина папа. Если мама обо всем позаботилась, сделала все правильно, а мы не знаем, что сделал папа. Ну, вот что можно получить. Риски, которые потом мама будет испытывать на себе. Полноценность половой клетки у мужчины – это здоровый образ жизни, это отсутствие инфекций. Мы знаем, есть ряд инфекций, которые живут на сперматозоиде. Тем самым, живя на нем, ну, опять-таки, такое вот слово, может быть, не совсем медицинское, эта инфекция мешает полноценному движению сперматозоида. И можно много говорить, что мама молодец, мама хорошая, будущее, она все сделала правильно, а папа, например, просто банально не вылечил какую-то инфекцию. Беременность может не наступать из-за того, что есть инфекция, не позволяющая активно двигаться сперматозоиду к яйцеклетке. Скажите, какие заболевания, имеющиеся у женщин и, может быть, и у мужчин тоже, являются, ну, самыми опасными и проблемными, которые точно негативно повлияют на будущую беременность, рождение ребенка? Ну, во-первых, сахарный диабет безусловно. Да, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, потому что мы в течение беременности, как я уже говорила, беременность – это катализатор, идет огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Мы должны стабилизировать давление определенными препаратами, и, по сути, пациентка принимает эти препараты в течение всей беременности. Есть заболевания почек, которые тоже не лучшим образом сказываются на течение беременности. Безусловно, идеальный вариант, чего, в общем-то, никогда и не бывает, я и говорю, что низкая группа риска, ну, мало таких пациенток. Идеальный вариант, когда человек готовится к своей беременности, когда он обследуется у терапевта, по минимуму, не надо там сдавать безумное количество анализов, а сдать хотя бы вот что-то, что-то, понимать о своем анализе мочи, общий анализ крови, сахар. И, ну, о сердечно-сосудистых заболеваниях, я думаю, так пациенты всегда знают. Мало, когда ходят к терапевтам, потому что лучше вот соседка посоветовала мне вот прекрасный препарат. Я принимаю вот это, попей, да, 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 да. Я слышала, вот у нас на приеме одна пациентка рассказывала про чудесный препарат Лариска. И я прям думаю, это что такое интересный препарат? Ну, вот кто-то, наверное, знает, что это за препарат Лариска, которым лечатся прекрасные гипертонические состояния у беременных. Совершенно сидит, вот пациентка ждет приема у врача, а ей из очереди советуют пить Лариску, и будет все отлично. Потрясающе. А вот вы назвали, в принципе, два раза на первом месте сахарный диабет. Но сам по себе он уже не является противопоказанием для рождения ребенка? Нет, конечно, нет. Конечно, нет. И сахарный диабет, даже тот диабет, о котором женщина знает, он, возможно, его коррекции во время беременности. Есть, конечно, эндокринологи прекрасно знают, как лечить сахарный диабет во время беременности. Мы еще с вами не поговорили, наверное, о таких рисках для репродуктивного здоровья, как заболевания, передающиеся преимущественно половым путем, да, ну и, естественно, прерывания беременности. Давайте по очереди. А то, что заболевания, передающиеся половым путем, и это вот, скорее всего, как раз о чем я говорила, что ряд инфекций, можно их называть, можно их не называть, это, ну, сейчас, может быть, мало гонорреи, сейчас мало стало трихомонадных заболеваний. Сейчас выходят вот такие условные патогены на первое место, когда пациенты говорят, а меня ничего не беспокоит. это уроплазмы, микоплазмы, то, что в половых путях мужчины живет и питается сперматозоидом, прям поедает уроплазму сперматозоид. И он об этом может, в принципе, не знать. И мужчина может об этом не знать. Он идет к врачу, он идет хотя бы просто в лабораторию, для того, чтобы сдать мазки. И потом появляется какая-то патология возможная. Соответственно, если речь идет именно о планировании беременности, то эта патология должна быть вылечена. Дать возможность сперматозоиду спокойно двигаться, убрать с него лишний груз в виде уроплазм, микоплазм или какой-то там другой инфекции. То есть, в общем, заключение-то таково, что это не безобидно все для будущего плода? Ну, конечно, нет. Мы же понимаем, что будущий плод, если он находится в инфекционном каком-то агенте, уже вне какой-то стерильности, это все впоследствии может привести, плод развивается. А окружающая среда агрессивна для него, содержащая какие-то вот, сейчас вот в частности, микробные агенты. Соответственно, все это может привести к неразвивающейся беременности, к преждевременным родам, к внутриутробной инфекции, к рождению детей с малым весом. Поэтому чистота половой жизни и планирование беременности это очень важный компонент для того, чтобы ребенок родился здоровым. По поводу искусственного прерывания беременности, ставит ли его на важное место в плане удара по репродуктивному здоровью? – Ну, безусловно, каждая беременность, она в идеале сохраняться должна. Если женщина не хочет рожать, значит, она должна применять какие-то методы контрацепции. Или женщины, или мужчины. Если беременность случилась, все сейчас говорят о том, что уже душа есть, и, соответственно, мы должны понимать, что это такой вот сложный, может быть, и с нравственных каких-то точек зрения момент, когда выбор стоит ведь прерывание беременности не только у пациентки, но и перед врачом. Насколько мы иногда говорим, что мы помогаем пациентке прервать беременность. Ну, это работа такая. Но вот этот нравственный компонент, его же ведь никто никогда как бы не оценивал, что остается там где-то внутри у врача, который помогает пациентке избавиться от беременности. И, опять-таки, я считаю, что здесь мера ответственности женщина должна быть. Она должна понимать, что если я хочу беременность, значит, я не использую контрацепцию. Если я не хочу, хочу рожать, хочу беременность, то, значит, я не допускаю никаких абортов. Случается беременность, я рожаю. Но современная медицина такова, что, безусловно, аборты стали безопасны. Если сравнить там с той же статистикой, скольки-то лет назад, нет такого, что возникают какие-то страшные заболевания, метроэндометриты и так далее, и так далее. Но любое ведь вмешательство в организм, тем более такое агрессивное и не физиологическое, оно, безусловно, от организма что-то забирает. Даже если идеальным врачом, в идеальной клинике, с соблюдением абсолютно всех правил асептики и антисептики, у здоровой женщины следы остаются, ну, вот я-то свято верю, что и в душе, и в том числе. И в душе, конечно же. Давайте мы все-таки с вами от грустной, но серьезной темы перейдем дальше. И уже, наверное, завершая программу, неплохо было бы нам, наверное, рассказать, что такое родовые сертификаты. То есть уже о приятных каких-то моментах, сопряженных с появлением ребенка. И как, собственно, можно им воспользоваться? Родовый сертификат с 1 июля 2021 года выдается всем женщинам, взятым на учет по беременности. Я говорю о нас, о муниципальных женских консультациях, при постановке на учет. С чем это? Раньше это было после 30 недель. Сейчас сразу он формируется в форме электронного документа. Женщина приходит на учет по беременности к врачу-кшеру-гинекологу, и на нее сразу же в электронном виде заводится родовый сертификат. Если женщина относится к социально незащищенному, незащищенным группам населения, то она получает определенные выплаты, потому что родовый сертификат, заведенный в общей базе, его видит сразу же социальный фонд России. Вот так сейчас это все называется с 1 января этого года. Раньше это был пенсионный фонд, ФСС, да, все это объединилось. Вот. И если женщина встает на учет до 12 недель, она получает выплаты, ежемесячные выплаты. И эти выплаты... На протяжении беременности. Да, да, да. Эти выплаты продолжаются всю беременность и месяц после родов. Но при условии взять ее на учет до 12 недель. Она до 12 недель не получает денег, она получает все деньги после 12 недель. Но сразу кучей. Это вот то, что касается социального пособия, это то, что было сказано президентом Российской Федерации Владимир Владимировичем Путином по защите социально незащищенных групп населения. А если говорить вот непосредственно о самом родовом сертификате, то для пациентки, которая наблюдается в течение беременности, это бесплатное лекарственное обеспечение. И в наших приказах четко прописано это от 20 до 33 процентов стоимости родового сертификата. Соответственно, для женской консультации родовый сертификат стоит 3000 рублей. Значит, от 600 до 999 рублей. Вот на такую сумму пациентка может получить бесплатные лекарства. Но, как правило, все-таки это какие-то антибактериальные препараты, которые необходимы в течение беременности. Это сосудистые препараты. Ну и там ряд железосодержащие препараты. Вот основное то, что пациентка получает бесплатно в рамках родового сертификата. Это одна часть родового сертификата. Есть еще талон, родовый сертификат, который пациентка предоставляет. Ну, сейчас это уже вот в единой системе. То есть ей не нужно ничего предоставлять. А все это в базе, в единой видно. Родовый сертификат, второй талон, это родильный дом, по которому пациентка получает тоже все в приказе оговаривается. Дополнительное питание, уход для малыша. И последний талон, это наблюдение за малышом. Татьяна Николаевна, я вот слушаю вас и понимаю, что в принципе государство делает много чего. Безусловно. Для того, чтобы женщина смогла выносить, родить здорового ребенка. И завершая эту программу, мы, наверное, завершаем выводом о том, что ответственное отношение, это архиважно, и это прям вот один из незабываемых условий, доверять врачу, соблюдать рекомендации. И сделать маленький шаг, визит к врачу, перед планированием, для того, чтобы сделать, перефразируя, да, большой шаг, потом, навстречу будущему. Благодарю вас, Татьяна Николаевна, за участие в нашей программе. Со зрителями увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова